так уважаемые друзья и коллеги я даже не сомневаюсь что вы сегодня в этом зале для встречи с конкретным человеком но все-таки общая деликатность мне напоминает что надо представить для тех кто вдруг не помнит известный политолог политтехнолог человек который достаточно хорошо и глубоко не только мыслями не только своими размышлениями но и собственно практикой внедрен в то что мы называем нашей внутренней повесткой нашей внутренней политикой марат баша баширов всегда хочется сказать башаров да потому что это тоже а мы знакомы что он александр да иногда футбол играю что после ваших бурных аплодисментов еще раз которые прозвучат без лишних прелюдий я предоставлю вам слово очевидно что сегодня нашей главной темой главным интересом является ход проведение специальной операции и те обстоятельства которые складываются вокруг этого внутри страны за пределами страны в молодежном сообществе в каких-то других группах населения которые выражают кто-то тревогу кто-то активную поддержку кто-то занимается шапкозакидать там кто-то там про женщинские какие-то проповедует идеи то есть понятно общество сколыхнулось она не неравнодушно к тому что происходило мир сколыхнулся что там общество то наше и вот собственно ваше видение того насколько это было обусловлено насколько это было необходимостью которые нельзя было избежать и с вашей точки зрения какие сегодня акценты мы должны для себя были бы зафиксировать с вашей точки зрения для того чтобы лучше более холодной головой что называется понимать происходящее сегодня вот во всех тех сферах которые я вот обозначил спасибо всем добрый день нас меня зовут марат коротко еще представлюсь и скажу почему я вообще еще с подобного рода лекциями это моя личная инициатива она случайно сложилась и почему я стараюсь уступать именно перед молодежью все-таки в меньшей степени перед людьми которые уже где-то моего очень возраста мне 58 лет я родился в городе ижевске хотя родители моего папы они родом из татарстана это деревня азеева чистопольский район там же живут мои родственники до сих пор я достаточно тонко чувствую украину по ряду причин первая причина это то что я в девяносто восьмом году избирал в составе российских политтехнологов одного из президентов украины господина кучу мы работали в течение нескольких месяцев на на украине кстати сказать все вот нынешние события которые происходят я для себя лично став беру с той книги которую кучу опубликовал в начале 2000 где он впервые описал вот этот тезис что мы не братья посмотрите эту книгу она в открытом доступе конечно то что происходит сейчас это умноженное на 100 но вот первые такие реперные точки заложил именно господин кучу я работал в течение 10 лет в компании ренова эта компания господин виксельберга и в частности у нас были активы на территории украины это восточной области так называемой газоснабжающие сети но это в общем так называемая лапша которая доводит газ до бытового потребителя поэтому я очень достаточно тонко чувствую и все что связано с органами государственного управления уровень коррупции уже на тот момент который просто был запредельный ну и самое главное тут наверное что я в четырнадцатом году оказался председателем правительства луганской народной республики это было лето 14 года самое жаркое время я нахожусь из-за этого под санкциями евросоюза японии канады австралии но не соединенных штатов нас если забуду сказать значит почему обязательно спросить я вам расскажу почему часть людей находится под санкциями евросоюза как я да но не находится под санкциями соединенных штатов этом есть очень прагматичный смысл того что делают американцы я могу сделать короткое вступление а потом перейдем к вопросам ответом если мы замедлимся то опять еще вам расскажу что нибудь интересное из тех вопросов которые я слышал от студентов финансового университета на фижевске в екатеринбурге потому что понимаю что вас всех волнует примерно одно и то же почему вообще выступаю значит для меня очень важно обратная связь от вас почему в двадцать четвертом году людей которые родились после распада ссср и имеющих право голосовать в нашей стране будет 50 процентов вот этот кейс связанный со специально военной операцией он надолго и он будет одним из из факторов которые будут влиять на ваши волеизъявления ну тех кто из вас пойдет это первая история история 2 большинство из вас не смотрит телевизор до вас вот эти большие телевизионные пушки что называются не доходят вы люди тик тока вы люди которые живете определенным клиповым мышлением вы легко серфить и в интернете но еще не различаете где правда где ложь то есть если мы очень пережили до нас распад сср значит девяносто первом году я издавал детские книжки и бумага за один день взлетела на 10 тысяч процентов и мы в общем разорились 93 год расстрел белого дома 96 год спорные выборы чеченская война 1 чеченская война вторая падение курска 90 2008 год первый такой международный финансовый крах рынков 14 год крым две эти республики вот вы этих страновых таких шоков не переживали у вас сейчас в принципе первый опыт который у вас формируется результате того что вы слышите и видеть и поэтому я сразу в начале этой лекции скажу у меня спрашивают вы приехали убеждать в чем-то нет я приехал рассказать там собственное мнение собственные выводы собственное наблюдение и призываю на чем я спрашивают а кому верить я сразу точно никому не верьте вот всех послушайте если вас что-то интересует но не верьте никому составляйте собственное представление единственное чему я призываю включайте критическое мышление то есть когда вы никому не верите и вдруг вы что-то услышали или увидели про мобилизацию про какие-то там якобы зверства про то что сейчас очень что-то у нас тут исчезнет да у нас будет голод если у вас рождается эмоция особенно те кто учится на журналиста вот сразу выключайте что называется вот свою веру этому сейчас такой мир он гибридный любые военные действия сопряжены с информационным давлением то есть есть специальное военное подразделение которое работают против вас мы тоже работаем против них этого нельзя скрывать такой мир поэтому если вы что-то услышали критическое мышление услышали что-то от баширова эмоция появилась знать что вам что-то хочет вложить в голову вот это первый критерий первый градусник который должен вас останавливать от всего того что вы потребляете в сети эмоция это то чему хотят вас понудить чтобы заложить что-то в голову давайте первый вопрос спасибо ну я думаю можно аплодировать я наблюдаю первые сигналы из зала все таки почему сша то вас не включили в санкционный список а вы знаете американцы это всегда про деньги американцы про деньги и поэтому механизм введения санкций евросоюза выглядит следующим образом для того чтобы были введены санкции евросоюза все страны евросоюза должны согласиться для того чтобы ввести санкции соединенным штатам формируется так называемый трек например был трек 14 года и под этот трек минфин сша это подразделение администрации федерального правительства самостоятельно принимает решение о наложении санкций и это очень рациональный механизм потому что когда минфину нужно снять санкции он вообще никого не спрашивает он просто снимает санкции или откладывает лицензию или обратно он их накладывает в евросоюзе чтобы снять санкции опять все должны договориться и поэтому американцы этим регулируют вот то что происходило с компанией русал когда на них в четырнадцатом году еще наложили санкции это была конкурентная борьба между рио тинто это конкурент такой второй у алиминщиков наших и соответственно минфин сша вначале наложил санкции ввел определенные критерии что они должны продать определенные объемы акций в частности в тб с баланса значит в тб на независимых владельцев господина дерипаска должен был отстраниться от управления компанией и самое главное все торговые сделки русала предварительно мировые согласовываются минфином сша после этого минфин с них снял санкции и так происходит по очень многим компаниям и направлениям я американцам как частное лицо просто не интересен у меня ничего нет это очень рациональные люди вот весь ответ в общем-то как как интересно мы-то думаем что санкции войска смотрит там чирко бяка да в санкции его он не хорошо выступил где-то в санкции оказывается это такая сложная многоходовая процедура где интересы выступают выше американцы всегда про деньги вот это вот просто это это аксиома американцы очень практичные люди у них политика обслуживают экономику спасибо так вопросы вопросы а вот вы да пожалуйста все подключено я уже разумея зовут слова у меня такой вопрос кристина подобчик однажды кристина подобчик это насколько я знаю серый кардинал вообще все рекламы политических туре нет конечно не серый кардинал один из подрядчиков опышки да ну в общем очень важный человек во всех заметно течиски она как-то рассказала про такой прием что если например нужно похвалить какого-то мэра города или губернатора в общем чтобы его любили сделать то телеграм-канал сначала его ругает а потом внезапно начинает хвалить для ком такой вопрос вы когда-нибудь были частью этой схемы ваш канал конкретно кого-нибудь сначала ругал а потом хвалил чтобы за это потом получить канал канала полиджойстик да да это мой канал там правда уже работает маленькая редакция есть еще такое сообщество вокруг этого канала нет я этого не делал потому что у меня авторский канал то что есть у кристины это как правило каналы анонимные у нее есть свой собственный она его открыла это правда эта модель работает желтой прессе но я этим способом не пользуюсь мне это неинтересно просто это для меня способ высказаться это не бизнес вообще если вот обобщить телеграм-канал и но с вашей точки зрения уже лучше знаете природу они практикуют такое вот о чем спрашивали конечно очень многие в наезд что называется да это шантаж но помните был такой телеканал назывался устинов троллит или как то так и в конечном итоге парень сел за вот эту схему это же заканчивает всегда тем что ты где-то встречаешься и тебе передают деньги вот он за это дело и сел то есть это был шантаж это недопустимо на мой взгляд не в журналистике не соответственно ну телеграм это социальные медиа уже на сегодняшний день это уже не просто мессенджер я по телеграму вообще читаю лекции потому что это стало способом общения элиты и той части экспертов которые обслуживают элиту вот широкому очень потребителю сейчас телеграм стал интересен только потому что там быстрее появляются новости по украине еще почему-то но вообще вот старой парадигме телега это оказалось место где общаются элиты и эксперты которые ее обслуживают не более того давайте вернемся к теме с вовсе очень интересное замечание то есть буквально деталь да то есть то что в начале говорили на заре вот рассвета телеграма который наступил чуть позже это называли войной башен да вот вы говорите сейчас более мягче да это общение элит все-таки это для них прежде всего да и нам это интересно чтобы понять что потому что для них это форвардная информация которая позволяет принять решение или снять риски то есть если я высокий руководитель у меня говорят что завтра иванова снимут а петрова назначат то это означает что у меня есть время принять какие-то меры принять какие-то решения или что-то не совершить что потом будут угрожать там сейчас уже сложная такая аналитическая складывается система вот если вы обратились что есть не зыгарь а есть бриф не зыгарь вот те кто очень читает эти безумные все каналы телеграм конечно безумен это разводка не зыгарь это теперь аналитика это все время за а бриф это все время вброс провокационных каких-то идей информации для того чтобы тестировать реакцию элиты они поэтому и развели эти телеграм-каналы спасибо еще вопросы так просто у меня поисло второй как раз ну то есть по теме развод давать пресс-во а потом микрофон где-то здесь сюда сюда передать мне нравится что так честно отвечаете такой вопрос с точки зрения политтехнологии я правильно понимаю что происходящее на украине нельзя называть войной потому что при режиме путина все очень очень сильные диалоги строилась на принципе который все бабушки повторяют лишь бы не было войны при пути нет нет войны поэтому за него голосуем я правильно понимаю что слово война так сильно избегают теперь именно поэтому в первую очередь хороший вопрос отличный смотрите есть юридический аспект война это то что описано в нормативных документах организации объединенных наций и там есть процедура объявления войны не украина не объявила нам войну не мы не объявили войну украине это правда при этом ведутся боевые действия используются тяжелую систему вооружений гибнут люди разрушаются города это правда очень важный вопрос который вы не задали почему эта операция началась и как она началась она началась экстренно если вы смотрели совбез где были собраны расширенный состав и президент путин спрашивал каждого вы как считаете надо признавать эти республики или не надо и помните какие были метания даже нарышкин пытался угадать это было видно по лицу какого ответа хочет президент да или нет всем было понятно что за признанием двух этих республик автоматически будет принято решение о вооруженном взаимодействии но мы и так знали что готовится нападение на донбасс мы так знали что будет рано или поздно война за крым почему так экстренно принимали решение почему президент принял фактически решение самостоятельно и все остальные члены совбеза об этом не знали обычно подобного рода мероприятия они приходят с готовым текстом единственный кто успел нас реагировать но он уже был в конце господин колокольцев это министр мвд вот он четко там сказал я за то чтобы признать эти республики и дальше по тексту кстати она была проведена не в прямом эфире как нам очень показали его показали через несколько часов купировав определенной части в частности выступление господина краснова это прокурор генеральной российской федерации и считалось только бы он высказался против нет он вообще не высказывался ни за не против я видел эту прямую запись он рассказывал о том как расследуются преступления на донбассе с четырнадцатого года это выпадало из контекста этого совбеза соответственно эту часть просто отрезали есть моя личная теория есть теория господина хазина может быть слышали такой известный экономист но он еще и работает в таком около политическом пространстве у него кстати отличный youtube канал есть триггером всей этой ситуации на мой взгляд была информация о том что украины появляется ядерное оружие если вы поднимете все открытые источники с начала этого года господин зеленский активно говорил о том что они хотят ядерную бомбу они хотят разрыва так называемая значит будапештского меморандума этот будапештский меморандум принимался после распада ссср который фактически приводил к тому что россия брала на себя все долги всех республик но все республики отказывались от ядерного оружия вот в чем суть этого общем документа на самом деле он вторичен на там еще один документ есть но зеленский все время говорил именно про будапештский значит меморандум моя версия нападение на донбасс должно бы случиться в марте после 8 марта и для того чтобы сдержать россию у них были грязные радиоактивные материалы и они угрожали разместить их вдоль границы российской федерации если бы вы начали помогать донбассу взорвать их версия хазина более жесткая значит посмотрите она есть в интернете она есть у меня в телеграм-канале полностью скопировал не купируя в том что после начала атаки на донбасс должен был быть нанесен малым ядерным ударом британским ядерным ударом у них есть такие бомбы у нас такие есть бомбы самолета по белгороду это должно было деморализовать общество наш российских федераций организовать панику после этого они спокойно очень наступают забирают себе все что хотят в том числе и коры вот эта версия триггера единственная которая на сегодняшний день гуляет по информационному пространству если кто-то знает какую-то другую версию то общем ради бога но триггер был иначе бы не было это совбеза не было бы вот этого неподготовленного входа как мы называем легкой кавалерий в города не было бы десанта на чернобыльского с а ведь наш десант туда зашел что-то там поделал и после этого ушел а говорят что мы отступили нет они зашли они там что-то проверили потом оттуда ушли для чего выбрасывали десант на аэродром около киева гастомель это там где была взорвана мрия вот этот громадный самолет это единственный самолет который мог привести в определенной оболочке вот это самое ядерное малое взрывное устройство я не являюсь сторонником того что британцы это оружие были готовы передать но грязные радиоактивные материалы у них точно были потому что у них достаточно серьезная там на промышленность и обратите внимание в харьков и в первые дни был уничтожен так называемый физ тех физ тех где есть такая углубленная часть этого сооружения где находится ядерный реактор где находится центрифуги единственное место где у них еще осталось это как бы оборудование это киев там есть еще один из значит у нее институтов вот тот харьковский он на сегодняшний день похоронен под грудой обломков вот этого физ тех а больше нет это моя личная версия значит посмотрите версию хозяина он и интересно рассказывает моя видео формате не записано еще вопрос спасибо давайте получится дискуссию вас на на двоих давайте все-таки вопросы а потом мы идут точно вернемся зрения потому что идет информ война это очень важный вопрос я думаю про информ войну точно справился не тема тем более информационные вопросы первый ряд давайте в этом вы раме легбер в газета вечерняя казань маратватович к вам первый вопрос как бывшему председателю совета министров лнр сейчас ходят много разговоров то что после окончания боевых действий лнр и днр могут войти в состав россии как вы считаете хотят ли жители этих республик быть с россии так как наверняка видели резонансное выступление бывшего министра обороны днр игоря стрелкова который заявил то что после фактического отделения от украины жить в этих республиках стало хуже жизнь там не сахар это правда но при этом обратите внимание какое количество граждан луганской и донецкой народных республик получили российские паспорта уже далеко за миллион поэтому когда мне говорят что они думают это важный вопрос не менее важно что они делают они торгуют с россией у них дети учатся в россии они получают эти паспорта наши у них появляется возможность перемещаться по миру это не включение вот этих республик в состав россии но опять таки есть еще второй вопрос который вы очевидно должны были задать а чтобы дальше с теми территориями которые сейчас попадают под влияние российской федерации вот мой прогноз что там будут созданы точно такие же республики они будут пытаться точно также заявить о том что они хотят войти в состав российской федерации я думаю что мы этот процесс затормозим но у них будет сообщество вот этих независимых республик которые создают военную буферную зону которая нам гарантирует что наши города не так легко будут обстреливать как сегодня обстреливают из харькова из харькова шарахнули попали в курск из харькова шарахнули попали в белгород там очень короткая территория с теми вооружениями которые уже были поставлены и будут поставлены украине частности вот эти 150 миллиметровые пушки у которых снаряды с цифровым наведением то есть это умный снаряд эти снаряды летят далеко за сотни километров а уж когда им поставят ракеты да очень против чего вам все время говорили президент же путин говорил есть красная черта не пересекайте и красная черта заключалась в одном нельзя допускать к себе близко на постановку вот этих вот современных видов вооружений это ставило под угрозу безопасности нашей территории ну и мы видим с вами вот эти все обстрелы я думаю что в конечном итоге вот эта горячая фаза операции остановится когда мы дойдем до днепра то есть под контроль будут поставлены все восточные области южные области в том числе одесса до приднестровья будет попытка забрать и значит приднестровье значит силами румынии через молдавию и на этом все на какой-то момент заморозится то есть заморозится примерно до 25 24 года когда будут уже переговоры фактически новых руководителей россии и соединенных штатов ну кстати при этом больше ближайшее время это моя святая убежденность вот этот закон который уравнивает поляков и украинцев правах на территории украины это означает что поляки имеют право замещать государственные должности занимать 1 государственные должности в военных структурах 2 в полицейских структурах 3 судей 4 это фактически означает что меняется управленческий аппарат на этих территориях там появляются поляки они начинают управлять венгрия вчера объявила чрезвычайной ситуации слышали почему они написали из-за ситуации на украине то есть они считают что если поляки вторгнутся в эти четыре области они тоже должны будут вторгнуться в ту область где живут этнически украинцы венгерского происхождения которым раздали паспорта граждан венгрии аналогичная ситуация тому что происходит на территории луганской и донецкой народной республики нам в принципе кстати сказать это выгодно потому что это легитимизирует все то что происходило на востоке украины и останется центральная украина со столицей в киеве ну и вот такая значит линия ее фронта можно было бы назвать если мы говорили о войне но линия соприкосновения под днепром кстати вы говорите они не войдут скорее всего состав российской федерации но между тем наблюдается интеграция очень сильная рублевая зона там возникает марат хуснулин приезжал и уже мы будем восстанавливать за счет средств российской федерации то есть вообще то часть россии смотрите есть же опять-таки даюра процесс да а есть некая вхождение в рублевую зону это когда вы сохраняете независимость ну то есть например да значит евро бродит по италии но италия это независимое государство то есть это не связанные вещи очень важный вопрос мы разрушили мы и будем восстанавливать это правда в какой-то момент когда стало понятно что они применяют вот эту жестокую тактику и гил когда они прикрываются городскими кварталами организуют огневые точки это было неизбежное разрушение этих городов это к сожалению правда максимально ставила задача выводить мирное население из-под обстрелов но города будут разрушены вот кстати сказать значит говорят что мариупол разрушен там на 80 процентов не на 80 там разрушенных зданий процентов 15 разрушены коммуникации это правда их надо восстанавливать их уже сейчас начинают восстанавливать потому что но все-таки в сентябре октябре там будет зима и к этому моменту вода электричество газ водоотведения должны быть уже обеспечены тем кто вернется в эти города спасибо если короткое уточнение потому что да вот упомянули то что находитесь под санкциями с четырнадцатого года но так как сейчас всем какой-то степени находимся под санкциями каково вам жить под санкциями как-то ваша жизнь изменилась серьезно я потерял возможность ездить куда-нибудь в венецию или еще куда-то но зато для меня открыто все юго-восточная азия южная америка меня жена все время вы поехали туда нет ну вот теперь я очень езжу туда так пожалуйста я тоже это сомпровозглашенный окрашение архан фельдно журналист интегрирует ну сразу буду субъективен скажу что мне история с сапо неинтересно но меня волнует другой вопрос и этот вопрос растяжен на восемь лет что у нас происходит с импортозамещением мне кажется нам недостаточно показывают информации что происходит по этому поводу я как человек более углубленно читаю телеграм-канале какие-то панические настроения сенатора клишеса почему мы пришли к такому беспорядку позорному связано с импортозамещением это первый вопрос ну и сразу задам второй вопрос что у нас по поводу параллельного импорта потому что нам не хватает запчастей ингредиентов компонентов у нас там стоят заводы тоже вопрос наверное такое когда будут какие-то конкретные радикальные решения по вот этим вот вещам связанным с импортом импортозамещение и правильный импорт давайте первое у нас вчера было три месяца ровно да как значит все это началось три месяца с точки зрения налаживания новых транспортных коридоров поставок и так далее это не очень много я как человек который работал в бизнесе это крупный был бизнес это 16 регионов 72 электрические станции газовые сети значит тепловые организации я очень прекрасно понимаю что эта машина очень медленно поворачиваться и у нас на самом деле было очень много оборудование которое поставлялось американцами это general electric это сименс это немцы это газовые насосы которые производились компании зульцер который сейчас тоже сказала что мы теперь вам их иначе не будем очень поставлять после четырнадцатого года были розданы президентами правительством поручения проанализировать все возможные санкции и соответственно наша реакция на них вот то что правительство российской федерации так быстро в первые недели выбрасывала все эти инициативы снимала вот все эти ограничения на бизнес забрасывала деньгами просто они были готовы в какой-то части к этим санкциям но когда встал вопрос о том что нам начали прикрывать поставки например как с самолетами боинги и вот эти аэрбасы которые мы в конечном итоге решением президента приземлили и эту ситуацию хорошо знаю потому что работаю с лизинговыми компаниями эти самолеты висели на так называемой дочке гтлк гтлк это государственная транспортная лизинговая компания несколько сот самолетов на которых летал аэрофлот россия s7 частная компания они висели на балансе гтлк ирландия и вот эти самолеты сейчас значит приземлили им отказывают в обслуживании но вы не поверите мы будем летать потому что сейчас все будут поставлять просто китайцы это будет дороже это будут субсидии мы не способны производить и не надо кстати сказать очень производить полностью вот эти очень детали надо производить свои собственные самолеты и надо было бросать поэтому когда клиша сказал что мы отстаем в импортозамещение это правда кое-кто завалил эту работу по химии по значит авионике по по производству микросхем это правда но у нас огромное окно на самом деле в юго-восточной азии но это требует некого некого процесса я просто знаю тех представителей китайской торгово-промышленной палаты на которых меня очень попросили вывести у них вообще заморочек нет и мужчин присылаешь спецификацию например одна судоходная компания которая ходит по рекам значит россии нужны были ну и сейчас нужны очень рулевые колонки немецкие вот они прислали им на сертификат они им ответили через неделю вам в общем китайские аналоги они подешевле или немецкие они очень подороже мы эти эти вопросы при преодолеем но нужно принять решение вот необходимый минимальный уровень до собственного производства пусть она будет хуже эта деталь но она должна быть собственного производства вот в этой части эти потолки не определили мы очень быстро уперлись и за примерно 15 лет построили по моему 37 точек переработки по химии по нефтянке это правда мы полностью защищены мы защищены по продовольствию это правда мы защищены по основным значит медицинским группам товара это правда мы перестроили армы это правда мы с вами потеряли то что ценно для вашего поколения мы потеряли сервисы вот согласитесь что самый главный удар который на сегодняшний день мы с вами ощущаем нас лишили западного сервиса ну то есть если раньше расплачивался телефоном начать прикладывать теперь я не могу если раньше я скачивал запстора какой-то общем программу мог заплатить за нее сейчас не могу если я играю в геймерские игры меня тоже блокируют это раздражает это правда но к сожалению мир перестраивается и это не то что влияет на безопасность нашей жизни это неприятно но тем не менее импортозамещение очень часто касается сервисов а не тяжелых каких-то игрушек спасибо вот так вопросы вы мне пожалуйста давайте велась я помню вот девушки передать пожалуйста микрофон пока микрофон идет здесь девушки задают самые интересные вопросы потому что они более прагматичные здесь и студент авиационного института и прошу простите за вас тогда спрошу я правильно ли услышал что вот все-таки не очень понятно им можно расслабиться китайцы помогут или все-таки надо напрячься и стремиться все-таки их в том числе будущими силами и знаниями полностью стопроцентно импортозаместить все что у нас в том числе и летает знаете импортозамещение это в первую очередь возможность заработать российскому бизнесу поэтому если у вас есть нечто что вы можете представить как импортозамещение им перекроют каналы а вы заработаете значит правительство настроено на такой формат пусть будет хуже но свое потом улучшите и сейчас очень многие предприниматели как раз работают вот в таком формате то есть они приходят в правительство и говорят ребята мы можем вот это привести мы это сделаем в кооперации например с казахстаном и правительство что делает она перекрывает кран из недружественных стран фирмам и соответственно открывает кран этим ребятам вот сейчас очень многие предприниматели этим пользуются у меня такой вопрос как наша экономика сможет ли наша экономика выдержать данную ситуацию и почему российские бренды подняли цены а у меня встреченный вопрос вот вы лично в своей бытовой жизни почувствовали что-то что вот критически повлияло на ваш образ жизни или потребление да очень смотрите у нас еще раз подчеркну любое государство современное государство особенно в такие кризисы она считается независимым если у него есть нет несколько ресурсов первое это сильная армия 1 2 продовольственная безопасность 2 энергетическая безопасность 3 медицинская защищенность 4 транспортные коридоры 5 вот эти пять составляющих они надежно защищены там более того оказалось что вот эта схема продажи газа за рубли знать почему кстати сказать ее сделали гениальная просто штука любое расчета в современном мире вот этой брейтон-вудской системы или потом чем девайонской системы на он подразумевает что если я где-то например находясь в турции хочу купить 7 это такой бублик я прикладываю свою карточку в магазине сигнал в начале идет через турецкий банк в корреспондентские счета американского банка после этого сигнал спускается обратно и происходит расчет так называемый валютный кросс курс вот такого цикла это не расчет между моим банком альфа банка и турецким банком всегда участвует корреспондентский счет американский в этом сила американских санкций они видят все расчеты которые происходят вот через эту систему это так называемая окрашенные деньги потому что если американцы хотят наложить санкции они говорят ребята мы вам перекроем финансовые каналы мы заблокируем ваши деньги это самые главные санкционная угроза и вы еще потеряете наш внутренний рынок вот в чем сила санкций американцев когда наши сказали ребята теперь будете покупать газ следующим образом вы открываете счет в евро или в долларах но лучше в евро в газпромбанке и перечисляете туда деньги вот просто вы туда очень перечислили деньги американцы не понимают за что эти деньги туда пришли после этого брокеры на международный валют на московской валютной бирже по вашему указанию конвертируют эти евро в рубли эти рубля падают опять-таки на ваш счет в этом газпромбанке и это опять неокрашенные деньги потом вы даете поручение газпромбанку перечислить эти рубли газпрому а газпром вам гонит газ американцы в этой схеме не участвуют именно поэтому падает во первых курс значит евро и доллара потому что оказалось что тот старый курс он не очень естественный там есть еще отдельное значит влияние вот вчера по президент путин снизил долю обязательной продажи валютной выручки с 80 процентов до 50 сейчас по идее курс должен немножко скакнуть вверх но посмотрим будет ли это вот схема перевода на рубли она исключает возможность влиять американцев на тех кто покупает российский газ эта схема сработал ее будет тиражировать дальше вот в чем гениальностью спасибо так вот тут все-таки хотелось бы вопрос по информационным воинам и вы его хотели задать давайте тогда мы вам передали микрофон пока остальные раздумывают а вот девушки живащие микрофон только где-то гуляет это тут слышно в принципе но кстати пока микрофон идет вот про курс а с вашей точки зрения вот естественный как койку понятно гадать на гуще тяжело но все-таки грех когда-то говорил 85 95 красная цена да вот а вы как думаете где вот тот баланс где реально наш рубль имеет свою стоимость я думаю что оптимальный курс можно считать как это раньше значит часто это была шутка но это не шутка это расчет через продукцию макдоналдса она очень легко считаем а и она складывается из понятных составляющих это мясо это масло это мука и соответственно молочная продукция в принципе ничего очень больше там нет но есть какие-то общем добавки и вот если считать а так как макдональдс всегда как бы максимально покупает мясные продукты там в том числе и овощи стараются то соответственно вы считаете этот индекс макдональдса через стоимость этих товаров которые производятся на этой территории вот мне кататься это самый такой он по пулиски но все-таки справедливый курс и по этому курсу что-то я давно это слушал года три назад ну примерно 26 рублей но это не выгодно для нашего бюджета это не выгодно для страдают страдают значит те кто работает на импорт на экспорт соответственно ну где-то оптимально 50-55 я думаю на этом уровне будет где-то плавать спасибо вам дошел микрофон не подошел микрофон должен был объявить девушки выдавать передайте девушки так будет честнее я вас помню в обязательно сдадите здравствуйте начнем с того то что информационная война до которая сейчас началась у нас она достаточно сильно затронула меня потому что я являюсь уроженка белгородской области и вся моя семья как бы состоит из представителей двух стран украины и россии и эта информация которая доходит до нашей семьи она очень сильно травмируют и мы все живем как на пороховой бочке так вот вопрос у меня такой если у вас какой-нибудь совет как перебороть этот страх и перебороть это волнение против этой негативного информационного поля может быть можно как-то себя отвлечь или еще что то вот спасибо вы знаете американцам удалось сделать ужасную вещь им удалось на самом деле втянуть мы же это правда говорим что это братские народа украинские российские но все это очень гораздо глубже я очень татарин но у меня есть родственники которые жили в в мариуполе и они украинцы а я татарин ну то есть вот да немножко тоже тут все это сложно в общем замешано и когда там начались вот эти все бомбежки значит мы во первых страшно переживали что они не могут оттуда выехать я очень пытался как-то там вытащить не сразу получилось значит второе они в какой-то момент стали говорить что мы ненавидим вас вот моя личная реакция была я с ними общался как с детьми то есть я не спорил с ним я не говорил им не объяснял эту сложную геополитику когда человек первый раз оказывается под бомбежкой это очень серьезное психологическое воздействие когда вы каждый день сидите в подвале не можете оттуда выйти на в течение двух недель и точно знаете начнется в пять утра и примерно в четыре вечера обстрел это очень тяжелая психологическая ситуация плюс у вас ужасные условия нет связи этом с вами дети это исправляется только годами вот то что россии россия сейчас должна делать не строить новое государство там а пытаться максимально и мужчин показывать мы разрушили мы восстановим если вам нужно чем-то помогать мы будем вам помогать психологически нам здесь тоже тяжело но у них там стократно это можно им объяснять что вы значит голосовали за этих нацистов еще и там что-то мы должны понимать что их на самом деле 8 лет если не дольше я значит не зря про книгу кучма сказал их обрабатывали их запугивали вот эти национально очень батальоны которые совершали ужасное просто преступление я вас уверяю что будут трибуналы и часть этих материалов просто лучше не смотреть потому что вы никогда не забудете о видно это как я значит помнил первых первых этих ополченцев которых значит передали нам я занимался только гражданскими вопросами значит отдельно расскажу о чем как это получилось но там были такие пытки что вот у меня это в голове не укладываться хотя работала в милиции видел разные разных людей но это были бытовые преступления а это военные преступления поэтому будут трибуналы будет много ужасной информации поэтому то что я сказал в самом начале да значит мы к чему-то привыкнем у нас очень многие будут будет шокировать будет вызывать у нас эмоции вот здесь важны личные убеждения просто сказать себе что вот я себе сказал что я не люблю войну мне не нравится война но когда я анализирую то что происходит пускай эта война идет там чем она будет идти здесь это очень простой выбор хотя он и заденет моих родственников в том числе спасибо так пожалуйста можно пока просто мы перейдем к информационной войне попозже у меня такой вопрос в россии очень много социальных проектов разнонаправленности большая часть из них существует за счет пожертвований связи со спецоперации на украине многие международные компании или просто пожертвования из-за рубежа прекратились или были заморожены до того что иначе организации которые их принимают будут признаны иноагентами вопрос к вам как вы считаете правильно ли это когда государство само не финансирует данные проекты но при этом не дает возможность это делать другим это связано еще не только социальными сферами но и с различными проектами журнальными изданиями так далее то есть очень много связано с финансирование я уже говорил про про гибридную войну смотря какое целеполагание то есть если эта задача создать опять-таки общество сообщество экспертные журналистов то что создавались на украине до для того чтобы потом оправдывать то что там сейчас очень происходит то это одно это нужно запрещать если это преследовать какие-то благотворительные цели там нет вообще никакой политики это нельзя запрещать если это издание пишет про кошечки собачки им кто-то дает из-за рубежа деньги ради бога пускай дает если эти ребята пишут о том что россию на расчленить до или строить разные народы вот не очень задавались вопросом почему так много кадырова в соцсети и вообще вот эти чеченские подразделения так раскручивают по по вот этой операции не задумывались примерно 20 процентов избирателей в российской федерации это люди которые исповедуют ислам и до сих пор у нас с вами не было например партии которая бы говорила что я представляю интересы мусульман а их примерно 20 процентов представляете а у нас 24 год вот я считаю что господин кадыров будет одним из кандидатов в президенты российской федерации но не с целью выиграть а консолидировать общество которое идентифицирует себя через вот это направление религии именно поэтому сейчас кадыров так активно раскручивается поэтому же кстати сказать ездят и и представители лдпр и кпрф и единой россии потому что 24 год это ключевой год когда мы будем определять как мы дальше будем жить российской федерации как мы будем смотреть на запад как мы будем смотреть на восток и как сделать так чтобы у нас все было и нам ничего за это не было спасибо не с точки зрения журналистики есть например социальные проекты например по борьбе с наркозависимыми то есть помощи и по оказанию помощи или например по работе трудными подростками где например организовываются какие-то школы где они или мышные школы какие-то занятия дополнительные мастер-классы почему-то да но вот финансирование для них например даже с международных компаний было очень важно а сейчас она прекращена ведут это вот признание на агентами как вот вы считаете правильный тут 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 очень простой ответ когда начинается подобного рода страновые кризисы а это даже не очень наш кризис да значит все страны попали в этот замес то всегда на первом этапе делят на черное-белое ну так устроен госаппарат здесь просто не надо опускать руки вот эти градации серого да очень когда вы сможете объяснить что это не про политику это все-таки вот про как вы говорите помощь наркозависимым она это окно откроется но просто еще раз подчеркну только три месяца прошло это такой тяжелый прессинг мы каждое утро да значит вечер там днем нам еще очень кто-то говорят мы читаем это правда тяжело но всего прошло три месяца вот сейчас еще все черное и белое вот я не считаю что эти певцы которые высказывают что их нужно очень шельмовать я вот всегда их делил то есть не песни шевчака нравится а как человек он мне вообще не нравится ну так точно такой же высоцкий был ну возьмите очень почитайте его эту биографию ну гуляка же был если в общении вот с этим направлением прочим которое вы сказали а песни прекрасные патриотично но это уже понимание как раз других цветов а сейчас еще раз подчеркну черное белое если у вас есть это направление не спорте отойдите пока в сторонку вот чтобы на вас этого это клема не было а потом соответственно в общем через какое-то время эти окна откроются и все это освободят и будет у вас деньги ну или кто там значит вами этот вопрос задал потому что вы читали со смартфона вообще вопрос пятой колонны все время звучит последнее время в информационном пространстве вот вы просто вот чуть-чуть уже так обозначили не говоря этот термин пятая колонна даже вот на предыдущих встречах со студентами другим спикером задавали вопросы разные версии звучать что с ними делать от выявить и покалечить да там вот такой более спокойный какую вот вы сейчас до произнесли как вы думаете вообще принципиально государство обществу как поступить сейчас с теми людьми которые но вот не очень да скажем повели себя как кажется государство патриотично но ведь они рано или поздно начнут сама большинство возвращаться да и что делать дальше начать массовые вот и покалечить да или как-то смириться все прощением закончится все как вот на очень важный вопрос мы с вами попали в ситуацию когда в мире правил больше нет вот никаких правил захотят заблокировать за рв наши золотовалютные резервы заблокируют захотят отобрать имущество отберут примут решение не пускать русского в ресторан где-нибудь в испании не пустят нет правил больше международных но есть правило у каждой страны у нашей страны есть правило у нас есть конституция поэтому если человек имеет право высказываться по какому-то вопросу не нарушая закон вот сейчас нельзя давать оценки там действием наших вооруженных сил ну принят закон там чтобы я внутри не думал да я должен молчать но если это не запрещено законом наши конституционное право высказываться это первая часть ответа вторая часть ответа у меня есть право давать оценку его высказывания если какой-то человек что-то высказал против там вот не знающим чего-то я за мы вправе эту дискуссию вести но только на основании закона поэтому если эти ребята а это не пятая колонна кстати сказать ну как как назвать не знаю и спрашивают ночам скажу как появлялись черные квадратики урганта значит бедный ваня орган значит попал я его не люблю и не смотрю но тем не менее когда пошла эта волна это уже появилась у него в инсте он инсту не ведет сам у него есть менеджер этот менеджер получил за это деньги поставил этот квадратик ваня проспал это все сделали те кто управляет этими соцсетями почему instagram взяли и запретили потому что выявили что просто масса людей взяли деньги и поставили своим клиентами эти черные квадратики . и он такой утром просыпается а там черный ночь квадратик и ему там столько сообщений ты там молодец или ты не молодец у нас так устроен шоу-бизнес они не управляют своими соцсетями вот он и пятая колонна пятая колонна не уехала из россии пятая колонна это нкоо которые специально создаются и финансироваться на западные гранты они не уехали они здесь они зарабатывать хотят их там никто не ждет вот эта девушка которая там значит плакатом выбежала в этом все на первом к на вся него и сейчас уехала туда но это не пятая колонна это какое-то вот лично эмоционально и вот она решила так высказать сейчас хочешь вернуться в россию это вообще нарушение трудовой дисциплины ну к сожалению любой человек который работает в творческой среде если вы не технический сотрудник вы без надрыва ром значит работать не можете иначе вам просто не поверят вообще журналистика это нерв это же правда вы будете скучны если вы не будете су переживать у вас не будет хороших материалов ну к сожалению у нас такая профессия у вас и раньше просто работал тоже чуть-чуть чем журналистом поэтому немножко чувствую как как общем раздаются качественные материалы спасибо вот давайте у вас вопрос у меня два вопроса если позволите 1 но даже если теперь не позволю просто если позволите да я понял кто начальник только вот новости приходят о том что вячеслав володин заявил что все фракции госдумы поддержали выход из баллонской системы о том что объявил вчера валерий фольков как вы думаете как то это повлияет ли вообще на образование ну если в этом какой-то смысл и насколько он большой являюсь специалистом в образовании единственное что я услышал что баллонская система включала в себя подтверждение наших дипломов на западе то есть если нас этого лишат то это плохо все остальное вот как-то она от меня очень далеко у меня две дочери они уже выучились там уже все значит взрослая а внуку еще пять лет ему еще далеко дочь им какой-то системы образования на щемечка цвет и второе спасибо и второй вопрос вот в самом начале отметили что телевизионные пушки не доходят до этой аудитории доходят немного другие пушки с других сторон если так можно выразиться ну вот как все-таки донести позицию государство пытается безусловно свою позицию донести до молодежной аудитории конечно же но ее как бы где-то слышат на фоне ну никто не будет отрицать что не знает там славьева и так далее все равно их смотрит их видят знают кто это о чем они говорят но при этом никак не воспринимают смысловые оценки никак не воспринимаю правда да вот как тогда наносить это вот то что коллега хотел спросить тоже про информационные да в общем помните мы отстояли сейчас он спросит а я думаю что я частично отвечу нам важно не проиграть информационную войну здесь она ведется существует специальное подразделение туда набраны люди которые прекрасно пишут и говорят на русском языке они прекрасно чувствуют менталитет точно такие же есть группы которые работают по другим языковым направлением то есть есть те кто пишут на иврите те кто пишут на как называется в общем исламский шрифт вот арабской вязью да вот спасибо вот соответственно это люди которые получают за это деньги основные подразделения которые работают на русскоязычную аудиторию они расположены в киеве и соответственно варшаве варшавский центр работал же против белоруссии когда в двадцатом году были вот эти все события после избрания лукашенко почему я выступаю перед молодежью у нас разные языки с ними вот мне пятьдесят восемь лет и у меня есть значит партнеры там значит парни лет по тридцать они гасу что ты такой за ум там пишешь вообще никто не читает из молодежи ничего не понимают а там прилетает в этом мемасик да и все даже если он прочитает значит твоего ты уже просто ноль они тебя уже умножили ну потому что есть мэм и я с ними создал канал общем телеграм-каналом называется моим атташе и вот они иногда мне присылают мэм и говорят ну чё как класс их же вообще не смешно ходи ты чё на света в тик токе там очень десятки тысяч это просмотров это смешно разные языки где-то лет пять назад студенты воронежского университета значит у меня был значит как бы на на практике он вот сами из воронежа он приходит мы хотим делать бизнес но вот что-то интеллектуальное я говорю сделать и знаете что очень переводка перевод с вашего языка на наш язык но так как у нас деньги да у нас бизнес у нас производства у нас бюджетом нам нужна реклама на эту аудиторию нам нужно им продать что-то вот сидит молодой человек в белой футболке если я рекламу напишу он даже не заметит а они стали писать они стали переводить на его язык и он начал реагировать вот это очень важно чем государство это упускает первое первое вообще где-то недели три был такой бардак информационный в части своего вот почему я перестал ходить на эти все шоу хотя в общем регулярно зовут там кричать надо а я не люблю кричать вот я могу объяснить но после овсяниковой на первом канале вот эта программа который ведет кузичев значит успе как называется время покажет значит они изменили формат вот если раньше я приходил у меня редактор бил слушай там вот эти вот противники эти будут за ты там давай там если даже там что-то треснешь это вообще будет супер а сейчас не год ребята не мы изменили формат мы начинаем объяснять объяснять все высказываются по кругу никто не против не за там общем чего-то только аналитическая реакция значит посмотрите принципиально и вообще другая подача но на них это не работает вот для них нужна необходимая команда которая переводит в простых клиповых коротких каких-то еще главное чтобы это было смешно они воспринимают через смех через прикол вот как научиться объяснять сложные вещи через прикол так чтобы не было очень поражения да вот это очень тяжелого психологического это сложная задача пожалуйста давайте вопрос вот ведь все таки вот вопрос вот да пропаганда есть в каждом возраста про ректора не уважают а я не видел вы хотите вопрос задать я могу вам уступить демократия в расцвете пропаганда есть каждом государстве это нормально только она сама себя никогда пропагандой не называет но в любом государстве она нужна потому что когда руководство страны хочет принять какое-то спорное решение она перед этим готовит общество к этому решению чтобы общество как будто уже ждало его такой вопрос почему главные пропагандистские телепередачи сейчас очень активно говорят о легитимности ядерного удара со стороны россии это что нам ждать ядерной войны я вас спрашиваю в ядерную войну не верю значит верю в локальный ядерный конфликт это правда может быть потому что существуют ядерные заряды малой мощности которая но вы поразите там несколько десятков квадратных значит километрах значит достигнете там в общем какой-то цели потом вы это локализуете через сто километров люди будут жить мы с вами видели очень чернобыльскую историю да есть вот эта зона отчуждения в киеве люди очень нормально живут и ноги и руки у них нормально очень вырастает это правда но эта часть как раз вот этого запугивания нас то есть нам угрожают и соответственно у нас появляются люди которые тоже на этом делают себе политический капитал ну то есть вы ударите и мы ударим куда мы собираемся бить то ядерным оружием на украину слушайте назовите мы никуда не собираемся бить это пока на уровне риторики острой очень риторики но так как у нас огромная просто фобия относительно ядерного оружия на это правда у нас у всех это сидит голове то это на самом деле очень вызывает разные полярные мнения среди политиков вот здравые значит головы они знают что между нами американцами есть устойчивые каналы которые в частности отвечают за обсуждение этих тем если кто-то думает что значит ходит господин байден да вот значит ищет кролика до знать чтобы очень поздороваться а потом думает что вот у него же красная кнопка и сейчас вот он с ума сойдет кнопку там очень сложный механизм введения в действие этого ядерного оружия он очень сложный и у нас и у них единственный механизм который работает и так так называемые мертвая рука это когда уже точно подтверждено что наносится баллистическими ракетами массированный удар наша система автоматически также посылать эти ракеты и это никто отменить не может но вот этот вариант невозможен именно поэтому все так упираются из-за ирана чтобы у них не появилось ядерное оружие или из-за северной кореи у которой ядерное оружие есть но нет пока достаточных средств доставки почему-то зима лишь но один из окружающих микрофон вообще кстати про байдена вспомнили то вот с точки зрения байден до конца срока дотянет я даже не про физически физически уже с кроликами там все а вот так вот свои не подвинут слишком как-то критично ситуация складывается давайте в другую плоскость это поверну почему вообще байден и почему они так криво но все-таки избрали его через эти почтовые бюллетени и так далее у у американцев огромный навес денег которые они напечатали эти деньги перестают себя что называется утилизировать когда мне как энергетику несколько лет назад стали говорить что сейчас во всем мире будет новая зеленая энергетика мы будем значит из ветра из водорода это все получать у нас значит чуть ли не из-за этих из-за значит навоза будут вырабатываться биогаз и он пойдет это будет настолько эффективно вся схема американцев с проталкивание в зеленой повестке она заключалась в одном если у вас есть огромное количество денег вот кто бизнесом очень занимается да у вас есть так называемая материальные активы вам нужно куда-то эти деньги закопать чтоб эта стоимость она была реальная да но деньги с рынка ушли или вы должны эти деньги просто помножить на ноль а это дефолт ведь эти деньги кто-то у вас уже что называется в общем купил он же купил ваши облигации трежерис это же не физические доллары это же трежерис это облигации американские они выпустили их мы их купили вот как у нас образовались значит золотовалютные резервы американцы выпустили там есть какой-то процентик мы купили их доллар исчез вот этот физический осталась бумажка трежерис то есть долг это безналичный доллар вот чтобы вот этот навес утилизировать его нужно куда-то закопать то есть создать новое производство которое гораздо более дорогое по на себестоимости и перед этим вам еще что-то нужно построить вот вся суть зеленой энергетики заключается в этом поэтому когда байден пришел он перекрыл сразу что канадский нефтепровод он ограничил свои компании в добыче нефти искал ребята нам надо развивать опять зеленую энергетику мы радостно сказали окей мы в общем поддерживаем через парижское соглашение с которого трамп вышел кстати сказать потому что он представлял другую группу американские литы которые говорили давайте эти деньги утилизируем через возвращение в америку промышленного производства мы все отправили в китай давайте вернемся обратно вот этот ржавый пояс американский о котором говорят где было огромное количество заводов это в детройте фоточки в это посмотрите там где коттеджик и все хорошо а там где были автомобильные заведут заводы там же просто разрушены здания стоят почему вывели все производство вывели в китай трамп начал обратно возвращать столкновение двух элит одни хотят утилизировать через зеленую это быстро а другие хотят через вот то что происходит в европе то что делают американцы когда они заставляют покупать спг газ а не наш газопроводный трубопроводный он же дешевле быстрее у нас его много американцы говорят нет надо покупать спг потому что спг меньше и он дороже вы тратите больше денег для того чтобы обогреть одну и ту же комнату на два градуса выше утилизация денег они избрали байдена который ему наплевать что будет после 24 года он хотя и говорит что будут избираться но реально рулит администрацией совершенно другие люди он не управляет и поэтому ядерного удара не будет кнопку не успеет нажать от вообще не понимает что за чемоданчик на это сычу конечно знает задам еще один злой вопрос давайте все скучные вопросы все уже заметили все видят что правительство что-то носится с этими айтишниками эти компании предоставляются какие-то там налоговое послабление да там что-то ндс тоже обнулили до зарплаты повышают там ипотеку какую-то им там ввели да а у меня вопрос мы правильно вообще делаем зачем нам эти айтишники вот например вот не все говорят давайте сельскохозяйство развивать а оказывается вот мы там яйца вот эти в канаде закупаем там буренок там хороших мясистых да там где-то швейцарии закупаем ну может быть мы вот нашим сельским хозяйственным зоотехникам там микробиологам генетикам будем помогать зачем нам вообще нужны эти айтишники прям вот ну честно песен и другие нужно начать смотрите мы стоим на пороге даже не учим на пороге от нам нужен год там с этим порогом значит так называемая так называемый интернет вещей это следующая технологическая революция когда для того чтобы вот мусорный бак заполнился на улице да он посылает сигнал пи 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 мусоровозу в этом мусоровозе человека нет этот мусоровоз говорит я к тебе приеду через два часа он урни сообщает приезжает выгружает ее и урна всем остальным сигнализирует опять несите мне и в меня все вот это очень заталкивать мусор имеется ввиду без участия человека эта программа это средство связи это так называемый 5g против которого помню там все очень говорили чтобы он ходить шапочка из фольги чтоб на меня не ищем воздействовали через 5g без айтишников такое количество программ не написать без айтишников не восстановить тот удар который по нам нанесли самый страшный санкционный удар не в деньгах сервисах они решили на сервису на эти сервисы надо восстановить вот то что сейчас активно скупают значит в к ока идет перемещение да вот этот вот сервис который там значит фильмы посмотреть то что возникает и параллельный импорт то что говорят ребята если у вас есть лицензионная там нечто да очень программа которая западная и она у вас перестала работать разлучки и пользуйтесь мы вам ничего не сделаем но это все делают айтишники хотя про сельское хозяйство абсолютно правы не являясь глубоким специалистом но понимаю что я точно ну вот так же как вы хотите да в общем есть нормально ну знаете вы лучшим что она вызывает на еще сомнения все-таки айти это инструментарий это инструменты до вопрос где заказчики и пользователи потому что когда заказчики и выгодополучатели от этого инструментария где-то в стороне не только льгот лишены их вообще иногда не спрашивают чего надо делать айтишники сами диктуют свои правила не потом мы на выходе получаем какой-нибудь рутюб который через воде умер или там еще что-нибудь такое недоделанное вроде есть и вроде это мрача но вспомните первый компьютер джобса видели его когда-нибудь страшный как ядерная война такая коробка которую они собрали если ты куда-то начинаешь двигаться ты всегда совершаешь ошибки вот самое главное не расстраивается и не бросать ну да создали рутуб лег он отлично хорошо что он лег быстро но потому что после этого стало понятно что что-то сделали не так нет вообще заказ поставить сформировать нужен нужна ли нам точная копия ютюба может быть туда привнести какие-то более еще до функции которые не существуют в природе да ну как не знаю вопрос надо задачу должен ставить в другой не атишники вопрос надо адресовать двум категориям первое это тем кто пользуются интересно не интересно значит перейдешь с ютуба на рутуб или нет а почему не перейдешь вот что не так и второе это те кто занимаются этим бизнесом если этим занимается государственная компания точно так же я как еще раз учим подчеркну из бизнеса кипи ай стратегическое планирование то что надо изменить это в нормативке то что вам требуется и железо все цифровать подписать и проверка через полгода сделал не сделал прогноз делает не сделает не сделает уволили ничего другого не существует государство должно вот на этот рациональный принцип перейти именно то что касается информационного программного обеспечения это очень важно без этого нынешний мир не существует мы уже с вами говорим что войну на донбассе выигрывают за счет чего беспилотники летают он полетел посмотрел а если бы утро еще беспилотников а если будет снаряд который вежевской очень разработали знаете значит вот когда очень это в городских боях значит как это выглядит вот наши двигаются снизу они сидят в этих высотках у них там огневые точки у них есть средства значит поражение этой тяжелой техники у них есть снайперы у них есть очень пулеметчики да у них нет танков у нас есть танк вычислили точку танком побахнули пол дома нет это плохо это плохо есть современные снаряды это так называемый баражирующий боеприпас это миномет из него стрельнули он подлетел у него там камера есть поднялся до уровня этой огневой точки и влетел в окно обычными нами а знаете как лидер вот так он не может в окно попасть он в крышу попадет баражирующий боеприпас может подняться и нанести точечный удар электроника им и нужно управлять это другое другой технический уровень для этого нужен айтишник солдат айтишник он стрелять не будет он будет смотреть куда в общем навести вот как это выглядит два как продолжение тех вопрос которые были заданы работа микрофонит я выражу прекрасно и вопрос два дополнения в том плане чтобы парень задал вопрос в отношении того что различные иностранные деньги которые заходят на спонсирование фондов и как будто бы россия по сути блокирует эти деньги но часто используется наоборот то есть иностранная сторона блокирует эти деньги проходы денег чтобы по сути создать вот негатив по отношению правительству что якобы россия заблокировала чтобы народ начать полноваться это первое второе у нас сегодня открылся 8 международный форум по педагогическому образованию сюда мимо про я видел да ходили да и вот очень интересный момент для ребят размышления очень интересный момент европейские все участники у нас прошлом году тысячи человек участников европейские участники позвонили извинились очень все аккуратно молодцы в этом плане но сказали у нас установка мы к вам не приедем участвовать вашем форме не будем американские участники сказали мы все будем участвовать у нас идет установка участвовать вот на самом деле происходит такой момент как и как европейской экономики сейчас также и в американской то есть кому-то это на самом деле обогащение кому-то сложные кризисные явления вопрос мой следующий как вы считаете сдача национального националистического вот этого полка азов как повлияет на дальнейшее на нужную политику украины уже повлияло потому что им там всем говорили что вы видите и страшные чеченские солдаты вас заколют штыками а русские будут ваши трупы еще насиловать они вышли и всем показали что ребята да вас будут судить но вас никто не убивает вы живете в палате у вас трехразовое питание вам тут же оказывают на чем медицинского понимаете борьба за умы она предполагает что в голове человека сформирована какая-то цель есть какая-то идея борьба за идеи сейчас самая главная линия где государства состязаются то что приезжают ваши вот эти очень коллеги из америки ну и наши наверно да значит это говорит о том что они понимают ценность борьбы за идеи они хотят что-то вложить нам в головы а мы должны оценивать полезно это или нет с точки зрения денег и это благотворительность у меня есть друг значит не буду называть его фамилию очень богатый человек был один одним из основателей компания чем новотек известная где-то года четыре назад как это называется в бизнесе окешился и ушел он создал множество благотворительных организаций одна из них называется благосфера площадки значит больные дети поддерживают наш культуру ну понятно часть денег у него вложены на западе ну то есть он так у диверсифицировал эти вложения и он сейчас не может из запада суда очень финансировать потому что на самом деле мы это перекрыли я могу ли волос не суетись вот просто сверни в общем пока ты никому ничего очень не докажет хотя на самом деле он патриот у чем такой что на этом как уж им говорит на колени их всех всех на колени у меня гитмы на джер тут что-то мне сказала я и сказал увольняешься завтра ну то есть он очень патриот но он занимается благотворительностью на самом деле это борьба за идею она очень важна но эта идея у разных групп населения в российской федерации разные большие телевизионные пушки наших бабушек убеждают районная газета районки да они для них цены они привыкли их читать приезжают внучок из казани или из москвы он даже не понимает что такое районка он в руки никогда не возьмет на он устанавливает бабушки в ватсап и начинается такое только бабушки там значит мы изучали эту штуку бабушки в ватсап создают сообщества когда семена начинает закладывать идет фиолетовая лампа вот я еду помощью в москве да очень смотрю фиолетовая все понятно очередной товарищ который значит рассаду уже посадил от фиолетовая лампа это сообщество это такой знак свой давайте пожалуйста почему украина согласилась обменять 20 тонн зерна на американское старое оружие почему в этой войне не выиграет почему просто не сдаться с помощью информационной войны американцы пытаются сделать крайнюю россию тем что украина будет голодать и к чему все это приведет это то чего мы избежали в 2004 году когда президент путин после определенного совещания где присутствовал господина ходорковский объяснил с тем крупным российским предпринимателям что ребята вы занимаетесь бизнесом не вмешивайтесь госуправления и не занимайтесь политикой это была очень жесткая установка на украине это не произошло там на самом деле настоящие олигархическое государство которое в какой-то момент стала управлять вот каждый вот этот мини олигарх у него есть своя фракция в ради он их финансирует у него есть свои средства массовой информации у них даже свои боевики значит образовались первые националистические батальоны финансировались олигархами это потом и хаваков консолидировал между собой ну это полк азов полностью финансировался все эти годы господином ахметовым у которого вот эти все очень заводы в мариуполе есть сточ это я очень к тому что если у вас в государстве продажная элита она у нас тоже есть у нас тоже масса людей значит которые вот это все началось они сказали черный квадратик рванул очень в испанию там правда потом оказалось карточки не работают и деньги где-то на зарабатывать начали обратно возвращаться но это вот как раз самая настоящая пятая колонна она живет в бизнесе не где-то она живет в бизнесе и чтить над государственных органах культура сми это все сервис для них вот на украине произошло так что они в какой-то момент я думал что это шутка когда избирали зеленского я вообще думал да неужели он же пообещал там несколько еще первое закончить войну вернуть русский язык отстранить олигархов от управления и повысить уровень жизни все скажешь класс ничего не сделал оказалось их обманули и нас обманули и в конечном итоге сейчас мы с вами видим зерно это на самом деле часть компенсации за утилизацию старого оружия ним пока передает старое советское оружие для того чтобы потом получить нормальное современное оружие кто от этого выигрывает огромный рынок впк соединенных штатов на этом зарабатывают впк соединенных штатов им нужно утилизировать оружие которое лежит годами на складах нато у вас новые виды да вы хотите их производить вы на этом проданном уже не можете зарабатывать вы его продали оно лежит украина какой класс можно туда отправить русские утилизируют его да мы поставим новое вооружение когда говорят что американцы выделили 40 миллиардов долларов да на помощь украине украина физически этих денег не увидит им привезут по повышенной стоимости старое вооружение для того чтобы мы утилизировали когда сейчас польши будет ребята мы отдали все советские танки т-72 на украину у нас танков не осталось они говорят немцы отдайте нам леопарды нам не с чем торгаться западной области украины но это по-русски так выглядит немцы гать не ребята не дадим у нам нам самим сейчас не очень хватает нас производство танков приостановилось американцы организовали очередной прекрасный бизнес но зерно они не вывезут вообще зеленский кстати вам не кажется что он сам не ожидал что станет президентом когда начинался эта компания ставку делал на тимошенко на каких-то других кандидатов оппозиционных порошенко и вдруг зеленский попер вы знаете я верю он сам удивился я верил потому что многое то как его вели также как вели рейгана свое время там помните он же тоже артист значит как веришь шварценеггера но я не верил что человек еврейской национальности с русскими корнями который зарабатывал в российской федерации очень много денег до и до сих пор сайска чем зарабатывает там за счет этих сериалов что он окажется вот ну да было у него 25 миллионов долларов сейчас горят чем 850 ну деньги за за это за очень морочили или что произошло не знаю здравствуйте меня зовут тимур такой вопрос как вы думаете недавно вот поднялся курс доллара там стоил больше 130 рублей сейчас он же стоит меньше 50 даже но цены в россии так и спустились то есть они так дальше поднимаются это вообще как-то для очень важного правилка пошло до до начала прыгнула когда знаете спекулянты всегда зарабатывают на страхах поэтому когда началась вся эта история у нас же просто было оглушение тут был шок вот мы не ожидали на 1 кадр начали показывать потом пошли вот эти все кадры как убивают наших пленных издеваются над ними надо значит солдатами и вот в этот момент всегда спекулянты работают курс который уходил за 130 даже за 200 он поднимался на так называемом форекс и то есть это спекулянты это так называемая фьючерсы ну то есть вы говорите что я куплю да там через два месяца доллары по курсу 150 и вы это заключаете сделку другим брокером и никто никогда не говорит про объемы сделки вы слышали когда им быть про объемы сделки между брокерами нет потому что это закрытая информация вы мне публично говорите я куплю у тебя у меня доллары по 150 через два месяца и эта сделка касается 5 долларов вы у меня купите даже если ничего не случится только 5 долларов по 150 рублей не миллионы а все остальные думают что это настоящий курс и все бросаются значит таки ужас какой сейчас 130 потом будет 150 мы бежим ведь обменники значит сдаем покупаем это спекулятивные сделки когда эту лавочку прикрыли через рядующих механизмов центробанка фактически убили форекс убрали его от вот этой связи с с валютной биржей это вся история быстро прекратилась относительно цен на продовольствие часть цен вернулись там обратите внимание что в первые дни вся электроника взлетела просто холодильник там которые продавали за значит 30 тысяч рублей он там стал стоить очень 150 эти цены сейчас упали этот дисбаланс есть но для того чтобы мы с вами директивно директивно управляли какими-то группами товаров которые не принципиально на самом деле с точки зрения безопасности обычного человека мы разрушим с вами рыночную экономику мы не должны регулировать все мы должны регулировать цены на ключевые товары бензин вырос не сильно на хлеб не выросло фактически помощью молочки минимальный рост есть рост по тем группам товаров которые связаны с импортными поставками у комплектующих или соответственно то что там очень в тортик закладывается да там взлетела цена это правда но цены выросли не по всем группам товаров и по ключевым выросли не принципиально это не означает что правительство не должно оказывать прямую дотацию определенным социальным группам если он хочет чтобы вы стали нормальным человеком да значит специалистом закончив этот вуз они должны заботиться о вас так чтобы у вас не было там еще мысли мне на лекцию пойти или очень подработать где-то очень потому что есть хочется вот это называется грамотно социальная политика где-то она у нас в чем-то хромает это правда но она хромает вообще во всем мире спасибо так у вас вопрос здравствуйте тут как раз затронули вопрос про экономическую составляющую войны как раз про те 40 миллиардов долларов которые сша выделили в рамках англиза украине и также другие страны выделяли огромные суммы вот например эти 40 миллиардов долларов это примерно 5 процентов оборонного бюджета сша и при этом эта же сумма это примерно две трети нашего двоенного оборонного бюджета и с этим у меня такой вопрос насколько в долгосрочной перспективе у нас есть возможность вот эти военные действия продолжать и также вопрос о производстве современного вооружения то есть вы говорили что в европе там танки не могут производить довольно быстро но примерно та же ситуации у нас что нового высокотехнологичное оборудование она производится с гораздо меньшими темпами чем сейчас ходе военных действий она повреждается и выводится а у меня вопрос откуда у вас эта информация нет плане сумм это открыт информация а в плане производства вооружения плане производства вооружения спекуляция но это вы сейчас первоначально вы задавали вопрос так как вы верите это это вот как раз относится вот к этому критическому мышлению то есть вам вкладывают в голову что у нас более низко технологичное вооружение второе она у нас заканчиваться как не скольчем ракета заканчиваться россии нечем уже стрелять а третье что у нас очень сворачиваться производства я как человек который родился в ижевске а там этого вы пока вот так вот да общем когда девяносто первом там году все вот значит изменилось да там просто ужас был какой-то оружие никто не покупал и никто не производил мы там просто лежали на боку и были у вас футболка кстати сказать классный но тем не менее все суммы которые выделяют запад в рамках поддержки украине они для них смехотворно маленькая для нас я тоже очень большие в долгосрочной перспективе это выглядит не очень устойчиво сейчас отвечу не хотите посмотреть на его футболку станцию что да да и мы вам поаплодируем и расслабимся хочу на уху они в армию хотя в армии тоже неплохо и как уже вы слышали там достаточно много требуется науки вначале футболки вашей футболки мобилизации не будет она не требуется можно еще раз поаплодируйте смотрите в современном мире деньги вообще перестали играть значение их много вот их настолько много что если вы слышите про 30 миллиардов 40 миллиардов вот эти сравнения 5 процентов а у нас это значит чуть ли там значит не весь очень бюджет да это военный хотя значит не весь это вообще не играет этого значения важны доступы к ресурсам ваша способность что-то производить и соответственно транспортные коридоры ну люди которые понятно должны быть обучены это делать вот с точки зрения денег ничто больше мерить нельзя еще раз подчеркну американцы их столько напечатали что когда появился вот этот вот новый феномен nfc да все эти биткоины это тоже процесс утилизации этих денег то есть куда-то нужно эти деньги затолкать организовать какой-то процесс чтобы там хотя бы что-то зарабатывать помните было это года два или три назад европейцы значит выпускали облигации которые имели отрицательную доходность знать что это такое они выпускали облигацию на 100 евро но она для них стоило они платят 100 евро ну ее номинал 90 евро отрицательная доходность то есть я у вас возьму деньги обратно и вы через какое-то время когда вот эти 10 вернуться до вас будет номинал 100 вы потом начнете зарабатывать но когда это неизвестно но вы уже деньги вложили куда-то у вас есть некий значит не не кэш а именно некий очень бизнес процесс который вы обслуживать поэтому деньгами мерить нельзя если меня спросили мы способны были проводить и своего в 2007 году нет у нас не было такой армии у нас не было такого выражения в 14 почему мы остановились у нас не было еще этих всех вооружений у нас не было калибров основные военные задачи на упреждение на сегодняшний день решают калибры идет разведка идет наш значит там ужин с ружьем тихий парень посмотрел на на феверский полигон заехали там значит какие-нибудь танки полетел калибр уничтожен вот этого не было ни в 14 мне уж тем более на 40000 году вот эти сверхзвуковые ракеты это то что нам сейчас создает огромное преимущество они нас догонят они их тоже создадут но нам нужно двигаться дальше вся война будущего она будет происходить без физического участия человек будут летать дроны и друг друга сносить у кого останется последний дрон тут выиграл спасибо ответил спасибо рафонда здрасте как вы думаете сможет ли российское сельское хозяйство обеспечить нашей стране импортозамещение какой-то части нет у нас открыты с вами ну например чем помидоры мы сейчас очень много покупаем азербайджан турция очень мало покупаем узбекистан а узбекистан очень хочет они у них хорошо растут на самом деле те группы товаров которые мы считаем что у нас их маловато да они присутствуют в дружественных нам странах и мы можем их покупать через бартер американцы этого не увидят поэтому всегда когда говорят про сельское хозяйство я иначе рекомендую у нас есть такой орган называется совет безопасности у него есть сайт это на самом деле конструктивный орган который помогает президенту российской федерации принимать решение это не управляющий орган это консультационный орган но у них есть сайт там вывешены все основные доктрины безопасности и стратегии там есть то что касается частности продовольственной безопасности не задумывались никогда кто возглавляет министерство сельского хозяйства точно абсолютно то есть там требовалась такая гарантия чтобы вот это важнейшая часть государственной политики она была реализована максимально мы видим какие-то огрехи это правда мы видим какие-то ошибки жулики там регулярно появляются до взял значит деньги отправил на запад удрал это есть такое это правда но если меня спросить мы сегодня защищены с точки зрения основных групп продовольственных абсолютно защищены мы являемся одним из основных поставщиков зерновых на мировой рынок по моему 25 процентов и так по многим группам товаров мы защищены вполне возможно у нас нет своего кофе это правда да ну не растет он у нас но он растет где-то около венесуэла у нас так хорошие отношения спасибо спасибо так уважаемые коллеги мы уже более полутора часов работаем поэтому есть возможность шанс у кого-то сформулировать завершающий вопрос несколько прозвищающие только и завершающие игру последним потому что мы надеемся что встреча станд регулярным тем более сказали что вы целые лекции по telegram каналам например читаете да а это крайне интересно поэтому дайте мне только знать да вот передавайте пока микрофон вот чуть-чуть получается у вас левее да а я знаете вы турцию вспомнили такой вопрос родился один из спикеров на федеральных каналах вот видя что происходит сейчас на коллективном западе так называемом коллективном западе сказала мне нравится больше а да да вот чтобы скорее все там само рухнуло вот как вы думаете турция спровоцирует скажем процесс начала распада нато или нет все-таки закончится торгами вот говорят что очень татары это отличные привет приниматели вот и в двери они вам и знаем мы тут вообще вот эта гибкость гибкость тюкстских народов вот в части предпринимательства она уникальная и тот же эрдоган он же демонстрирует эту гибкость в отношении значит не только экономики он и в отношении вот этой идеи великого турана значит почему я зато общем когда например представители вашей республики активно участвуют дипломатических каких-то процессах международных то есть представить что губернатора аризона поедет куда-нибудь во вьетнам да для общем чего-то это тяжело а наши губернаторы ездят значит с разными такими да очень целями и культурными но в основном конечно там лежат экономические какие-то смысл поэтому я не верю в то что они выйдут их цель на самом деле взять у всех и как я уже сказал что пим ничего за это не было поэтому они с одной стороны поставляют байрактары правда их стали много сбивать их сбили вообще уже 90 штук в воздухе это не считая тех которые были уничтожены на земле это плохо по нему чем значит а наши пво хорошо сейчас наш пво будут все хотеть значит купить а с другой стороны они с нами ведь в общем дружат значит пожалуйста приезжайте отдыхайте карточки действуют рейсы открывают вот эта гибкость это такая новая новое политическое мышление потому что когда мы говорим что был есть на еще в какой-то части однополярный мир где американцы пуп земли а все остальные это сервис там да общем какой-то значит обслуга то когда это распадется на много центров вы должны будете взаимодействовать со всеми и это гибкость потребуется всем мы не можем значит дружить с китаем и не дружить с европой мы просто обречены дружить и с теми и с теми это вся история с войной закончится она закончится и через три года мы будем не воспоминать как страшный сон конечно фирмы вернуться значит видели как будут называться макдональдс потом же как сейчас пишется mc до дональдс а сейчас будут называться mc а почему когда дональдс ушедший вернется к своему маку mc ему немного нужно будет буквы добавить вот я вас уверяю все выходы американских европейских немецких любых зарубежных компаний это фиктивные сделки у них в договоре есть пункт о возврате обратный выкуп конечно придется заплатить входной билет это правда но тем не менее у них есть канал возвращения они не хотят уходить это политическое давление именно поэтому они вот такие сигналы как с этим mc ты и посылают и продает одному из этих значит кто владеет этими маками по сибири какой-то все-таки немножко мы видим что не возвращается искали вообще не уходили тут франшиза но грусть в чем да вот и про импортозамещение спрашивали означает ли это что мы так и не имея не получим шанса научиться делать собственный конкурентоспособный котлеты с булочкой а не надо все не очень булочки то сделаем дамать треугольники будут прекрасные да значит три маг значит люди полюбят костынбе и будут счастливы нам не надо отрицать международную кооперацию вот первую лекцию знаете где прочитал у моей жены есть клуб и там такие жены очень богатых людей вот и они где-то недели через те год слушай ты там что понимаешь ничего не понимаем давай встретимся поговорим а я привык читать лекции как-то университетах до прихожу это ресторан воронеж такой около храма христа спасителя значит захожу там такой стол с едой с шампанским они уже там полчаса пьют едят они все патриотично чем настроены вопросы вот ровно все очень те же самые вот ровно в общем те же самые значит почему это рассказывал у одной муж он занимается тем что поставляет запчасти для мерседесов для вот этих всех центров не сами мерседеса запчасти у него цивилизованный бизнес и она такая грустная сидит и спрашивает вот что нам сейчас делать все это перекрыто я бы слушай а вот правил больше нет вот представь что просто нет вот ты гиг мужу скажи я послушала марата он сказал правил больше нет а мы встречаемся раз две недели им и им это понравилось они уже меня не слушают они там между собой чего-то уже так ну очень психотерапия и она приходит счастливая слушай ты такой совет вообще классный доля как мужу сказала и он такой чё ты как поварил а потом приходит как слушай мы будем зарабатывать гораздо больше счастливые 90 вернулись по беспределу щас будут через казахстанскую границу возить эти запчасти и у меня сохранится монополия только мы заработаем с тобой больше вот вот такой мир теперь для него да вот как у него был серый импорт то есть он очень таскал налоги не очень платят сейчас государстве бит слушай ты главный привези пожалуйста там все это закончится мы конечно обратно гаечки то закрутим да вот сегодня собянин слышали очка видно амнистия нет объявил что отменяет все штрафы иначе которые в москве там выписывали за нарушению это ковидных режимов а те кто штрафы заплатили он вернет обратно ну то есть вот вот все уже государство делает ребята только не складывайте руки делайте бизнес надо привести левым способом визите надо разлочить программу использовать его дальше используйте нельзя ставить картриджи значит в canon не сертифицированно он будет у вас вопить покупаете не сертифицированное помните исчезла белая бумага вы таки ой а я знаю ребят которые значит как раз они эту белую бумагу производят а красители производят финляндии отбеливающие они встретились где-то в этот фильм не очень филляндии там где-то чем в какой-то стране значит значит не буду вроде и те говорят слушайте нам бы мазута а у вас там где-то в испании значит танкер стоит они говорят а нам бы вот это и все они пришли в наши органы сказали понимаете сделка непрозрачная она бартерная им гадачу мы получим белая бумага вернется обратно не вопрос везде вот примерно как сейчас это выглядит вопрос здравствуйте у меня вопрос связанные с моим будущем может ли случиться так что будет нехватка рабочих мест из-за ситуации в стране если вы не будете соответствовать по своим квалификациям профессиям будущего туда если вы находитесь каких-то надежных руках что называется тех людей которые вас сейчас обучают удает вам ориентиры все вот хорошо на специалисты по управлению качеством отлично вообще вот это весь бардак в общем закончится с этой войной которую нельзя называть войной имя чьи нельзя на запомнить это волон-деморт вот это также вернуться все требования качества значит качество это на самом деле влияет на прямую на эффективность и себестоимость эти специалисты очень важны единственное вы должны понимать что без цифры ничего происходить не будет вот эти все системы айсо да вот эти системы качества они же создавались виде цифровых платформ а не то что кто-то приходил пальцем тыкал овцемены и пытался понять твати журничали они там значит или не журничали это в первую очередь процедуру поэтому изучайте цифру это очень важно все будет на цифру вот абсолютно все спасибо вот такой был полный оптимизм вопрос нужны ли нам будут специалисты в области качества в нашей некачественной жизни да уж точно нужны будут хороший очень ответ полный оптимизма если позволить тогда в завершении поскольку никто не настаивает микрофон больше не выдирает и требует повторно по два вопроса все-таки в качестве завершающего до слова первый месяц полтора до мы чувствовали до общение друг с другом и с аудиториями некое напряжение испуг иногда даже озлобленность уметь ли спокойнее стали да сейчас разговаривать спокойнее стали общаться начинает приходить понимание и все-таки и все-таки качестве завершающего слова с вашей точки зрения когда как это может завершиться и какие мы можем сейчас сделать вот на уровне вот сообществ данном случае студенческих молодежных сообществ тех кто рядом так или иначе сопровождает их для того чтобы ну вот качество до нашей жизни только не ухудшить но еще и нарастить то есть некие пожелания ну начнем с конца тогда да нужен диалог то есть эту тему надо обсуждать для этого нельзя затыкать рот и надо слушать неудобные вопросы если не знаешь ответа так и говорить не знаю поэтому про вашу первую часть я бы сказал не знаю но у меня есть собственное ощущение что горячая фаза продлится до конца этого года потом до выборов президента соединенных штатов и президента сша будет такая холодная фаза дальше переговорный процесс и новые какие-то форматы обеспечения безопасности дальше в какой-то момент если китай еще не захочет съесть тайвань переговоры о разделе экономическом транспортном разделе мира китай захочет сесть тайвань очень хочет хочет да скоро они спускают на днях 3 авианосец мус соответственно испытания учения тайвань нельзя захватить без хорошей морской блокады туда мостов нет да плыть надо или лететь соответственно тоже кстати сказать вот знаете знаете если какой-то хитрый плачу китайцы праве прожили тоннели в это имеете ввиду я такое не рассматривал это да это красиво спасибо вам большое мне нужна лаверды до последние вот нас будут все меньше становиться и нам все больше будет лень и мы будем огородниками заниматься а вам еще жить и жить поэтому помните что ваша жизнь это очень длинная штука и сегодня у вас нет такой ответственности вот как у нас то есть вы не отвечаете за своих детей вы не отвечаете за трудовые коллективы вы не отвечаете за государство но рано или поздно к вам это все придет и это сильно меняет мирозрение когда у тебя есть ребенок ты понимаешь что вот не только про себя нужно подумать еще и про него вот сейчас ваши родители думают за вас и ваши учителя тоже думают за за вас значит хотя конечно вы отрицаете это вечная борьба отцов и детей это неизбежно я сам такой был когда переименовали город ижевск устинов я бегал по подземным переходом и писал наш город ижевск а нас отлавливали это естественно так формируется политическое мировоззрение поэтому не закрывайте глаза никому не верьте и смотрите на все широко ну с точки зрения смысле мнений слушайте всех спасибо спасибо большое спасибо